Здравия желаю, честь имеют. Здравствуйте, дорогие чистопольцы. Возле вечного огня начинается митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Отдать Дань памяти павшим на войне пришли руководства муниципального района, члены общества, боевое братство, представители духовенства и неравнодушные чистопольцы. Спасибо всем ветеранам за мирное небо на голову, что мы сегодня действительно живем, и продолжаем дело наших отцов, дедов. Это благодаря победе в День памяти в войне. Надеть красивую форму и принести красные гвоздики, чтобы возложить их к мемориалу. Для Елизаветы и Дениса Маташовых это уже традиция. Несмотря на возраст, они понимают, о чем сегодня говорят пришедшие на митинг, а главное, скорбят вместе с ними и благодарят ветеранов за победу. Скажите, вот вы сегодня сюда пришли, вы знаете, что сегодня за день? День тогда, когда началась война. Пропустить митинг непозволительно и для командира военно-патриотического отряда «Радист» Анфаса Гарифулина. Патриотическое воспитание детей для него в приоритете. Недавно он вернулся с фестиваля исторической реконструкции, который проходил в Пестричинском районе. Там он представил свою выставку аппаратуры, которая использовалась в военные годы. Дети должны знать, они и знают, но с ними работать надо. Вот такие мероприятия должны быть идти. Неравнодушные люди, военные патриотические отряды, военные исторические клубы, вот это очень много помогает. Звучала траурная музыка. Перед присутствующими выступили ветераны и дети войны. После минуты молчания собравшиеся отдавали дань памяти тем героям, которые погибли за нашу родину и возложили цветы к мемориалу. Субтитры создавал DimaTorzok